Друзья мои, всем салют, это я Романович. Давненько на канале не было какого-то смартфона судного дня, смартфона апокалипсиса, а нет-нет, от вас запросы поступают, что взять как раз-таки вот из неубиваемых. Сегодня у нас очень интересная неубиваемая новинка от Ulefone, батарейка заряжена 9600 мАч, Proz Helio G99, что вы понимаете, да, это как бы прям уверенно для вот такого рода девайсов. Ну и наконец-таки есть еще очень интересная фишка, термометр. Я китайцам говорю, давайте еще такую же красоту разыграем, ну точнее мы еще с вами определимся, красота это или нет, но давайте такую еще разыграем, они говорят, давай. Поэтому у меня два экземпляра, в сегодняшнем видосе еще будет и розыгрыш. Распаковка, все просто. Вот такая вот распаковка, я не знал на самом деле, что это за посылка пришла, мне китайцы ничего не обозначали, я такой, блин, дай надпилю, посмотрю и понял, что это телефон, поэтому не будем мы здесь лепить вам бабушку, да. Просто сразу уже как бы не разрезая, ножик можно в сторону отставить. Китайцы, насколько я понимаю, еще и докинули всевозможный став, то есть вот эти вот крепления для, ну походу для тачки, а куда еще это можно крепить? Наверное, наверняка для тачки, других вариантов нет, все это дело на присоске, так короче, крепление раз. Есть эндоскоп, кстати, мы с вами уже улефон с эндоскопом смотрели, прикольная штука, можно много куда залезть, подсмотреть что-то там, и в канализацию можно залезть, и в прорубь, мы, по-моему, тогда с вами ныряли как раз-таки. Интересная херовина, важная, кстати, можно, мне кажется, так неплохо с ней разгуляться, но эта докупается, кстати, отдельно, в комплекте все это вроде не должно уйти, вот они, два экземпляра, как я вам и обещал, да, ну и как мне обещали китайцы, что что-нибудь мы с вами разыграем. Но ничего-нибудь, а прям такой же. Ну и последнее, это что? А, подожди, то есть получается здесь два вида эндоскопа, насколько я понимаю. Ай, ёплит, тут же все написано. Микроскоп, я и думаю, что-то слишком прям такие вот прям мокруха какая-то, то есть прям пчелу даже можно рассмотреть, ее поры. Есть микроскоп и эндоскоп, это все отдельно докупается, прям железно, прям опционально все это есть, значит, на странице вот этого телефона на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании под роликом. И один положили чехол. Короче, вам железно что-то из этого уедет, то есть помимо телефона, либо чехол, либо, я не знаю, эндоскоп, либо держалку, что-то в комплект обязательно закинем. Что нужно сделать, чтобы забрать этот смартфон? Достаточно всего лишь быть подписанным на канал, где вы сейчас смотрите этот ролик, поставить лайчину под этим же видосом и написать в комментариях, зачем он вам нужен. То есть где вы его собираетесь применять, там, для работы, для жизни, не важно. Просто напишите в комментариях, куда вы его засунете и что вы будете с ним делать. Все, собственно говоря, принимаете участие в розыгрыше и потом мы с вами на стриме, ну, как и, собственно говоря, всегда подведем эти итоги. Значит, все это оставляем в сторону, будем непосредственно ознакомиться с самим девайсом. Вот здесь уже, кстати, и ножик пригодится. У нас здесь полный список спек на коробке. IP68 защиту, IP69K, значит, военный стандарт, Helio G99, вышеупомянутый. Камера 108-мегапиксельная, скорее всего, от Samsung, но я просто больше не помню камеры на 108-мегапиксель или другие. Дисплей 6,58 дюймов, Full HD плюс разрешение, 120 Гц, 12 гигов оперативки. И все это китайцы еще приправляют 5 гигабайтами оперативки сверху. То есть всего лишь вы, всего вы, не всего лишь, а всего вы получаете 17 гигов. Это прям на баннере висит, прям таким конкретно задекларировано. 9600 мАч батарейка, смотрится стилево. Это все у нас такой, типа, софт-тач пластик, такая своеобразная резина, то есть, опять же, должна смягчать вот эти вот всевозможные ваши падения. Блок камер достаточно симпатично выполнен. Вспышка, ну такая прям матерая, да, уверенная вспышка. Есть у нас поле для, я так понимаю, подключения эндоскопа, микроскопа, плюс-минус, скорее всего, они все сюда подключаются. Значит, карточки вставляются. Полноценная, у нас здесь полноценный лоток. Так, а нет, получается, либо вы флешку вставляете, одну симку, либо две симки. Окей, кстати, удивительно, для таких девайсов обычно делают полноценные лотки. Здесь качелька громкости, все это обрамляется металлическими проставками по бокам. Сверху у нас здесь вход под наушники, джек 3.5 сохранили. Ну и, собственно говоря, наверное, все, что можно сказать об этом девайсе внешне. Ну и есть вырез снизу под динамик. Как всегда, дисплей чуть-чуть утоплен, то есть, опять же, ну, меньше вероятности, что вы это все дело разобьете. И камера здесь тоже у нас немного подутоплена. По комплекту, по комплекту 66-ваттная зарядка, блин, а на коробке, по-моему, нет, все, точно, это я тупанул. Да, и на коробке написано 66-ваттная зарядка и фирменный кабель, вот такой вот Realme, да? Ну что, родные мои, наступил уже следующий день, погонял я сей девайс. Есть определенные нюансы, вопросы, как и всегда, с вот этими подвальными девайсами, ну, полуподвальными. Давайте не будем до конца обижать Укители, Дуги и всевозможные Улефоны. Значит, но для начала давайте все-таки разберемся с ним вот непосредственно как с обычным девайсом. Что по экрану, что по процессору, что по железу, а потом уже будем переходить к нюансам и к всем возможным фишкам, которые тоже мне удалось протестить, включая микроскоп, я вам покажу, как эта вся история работает. Значит, встречает нас с вами вот такой вот дисплей, он на самом деле ни яркий, ни тусклый. Вот ничего про него не могу сказать, типичный IPS-овский дисплей, который мы с вами видели на неубиваемых девайсах в пределах 20-ки. Блин, столько раз, что вот они вот здесь вот. Ничего в этом плане не меняется, поэтому не будем заострять внимание. 120 Гц отрабатывают как надо, здесь я вам прям могу с уверенностью сказать, даже гугловская лента, смотрите, как листается. Я не знаю, ну давайте зайдем в ВК-шку еще, пролистаем здесь местную ленту. А, интернет у меня выключен, хорошо, сейчас включим интернет, чтобы было максимально все у нас правдеподобно. Ну то есть вот вы видите, да, 120 Гц, просто песня, просто песня, льется рекой. Все, то есть открывается-закрывается, кстати, а вот в Ютубе я не тестил, а давайте попробуем. Кстати, и здесь 120 Гц работают. Во, вообще красота. Helio G99 отлично вывозит вот такие вот неубиваемые девайсы. И даже, наконец-таки, у них 120 Гц работают как надо. Ну и вообще в целом девайс шустрый, ну прям дай боже. Значит, давайте сразу разберемся, почему он такой шустрый. А зайдем мы, пожалуй, вот в тест накопителей. Значит, и видим, что скорость чтения 807 мегабайт в секунду, скорость записи 513. Это прям для неубиваемых девайсов очень и очень хорошо. Скорее всего здесь стоит UFS 2.2, ну и соответственно, что касается оперативки, то здесь LPDDR4X. То есть, ну, навряд ли 5-е поколение, потому что не сильно большая и высокая скорость. И еще по поводу тестов. Antutu, последняя версия 10-е поколение не поддерживается здесь. Значит, последняя поддерживается 9.6.2. Здесь он набирает достаточно бодро, но надо сейчас, опять же, отдавать отчет о том, что все девайсы в Antutu сейчас стали после последнего обновления набирать больше, чем они до этого набирали. То есть, вот получается, смотрите, Helio G99 набирает 390 тысяч. Значит, и по CPU все хорошо, и по GPU все хорошо. И последнее, чему мы с вами уделим внимание по поводу железа, это игрушкам. World War Heroes нормально играется, Call of Duty нормально играется, в танки тоже можно поиграть. Понятно дело, что это, скорее всего, будут средние настройки, но где-то можно будет врубить даже и 60 фпс. И, в принципе, неплохо тебя будет держать частота кадра в секунду. Короче, здесь вот во все возможные вот эти вот банальные шутаны, которые можно с Play Market установить, с Google Play, здесь прям вообще будет полный порядок. Android 12 здесь на борту, ничего интересного, ничего хорошего здесь особо не могу сказать. Все до боли знакомо. Значит, обновления никакие не прилетают. Ну, прямо сейчас вместе с вами могу еще раз проверить. Ну, ничего не прилетает, короче. Вот, получается, как с завода выпустили его, так он остается на своей прошивке, на своем обновлении. Ебитесь как хотите. Значит, камера. Давайте тоже быстренько с ней закроем вопросы. Видосы, видосы. Я даже не стал снимать тесты, ну, потому что это шляпа тушеная. Прям железно. Ну, 2К максимально. И вы даже на эти 2К не смотрите. То есть, китайцы вам пишут здесь 2К. И даже, возможно, 2К он и снимает. Но вы понимаете, ни стабилизации, ни повышенного фпс. То есть, ну, это прям вообще. Глаза можно потом на полку убирать. Full HD тоже самое. Короче, эти девайсы, они вообще ни разу не про видосы. Я даже не стал эти тесты снимать, чтобы вас мучить. Поэтому сразу вот это вот выкидываем. Ну, понадобится. Что-то там снимите. Ну, желательно на них видосы не писать. А вот что касается фотографий, то здесь, кстати, интересно. Помимо основного модуля, еще и ширик доступен. Помните, мы еще с вами гадали про распаковки. Не знаю, вставил я этот фрагмент или нет. Короче, переходим непосредственно к тестам. Здесь я вам скажу, что вполне-вполне неплохо. Живенько, бодренько. Понятно дело, что тяжело сравнивать защищенный девайс за 300 баксов с обычным смартфоном за 300 баксов по камере. Понятно дело, что последний будет его превосходить. Потому что, например, если вы берете там условно какой-нибудь Xiaomi или Realme или OnePlus за те же самые бабки, там у вас оптимизация уже кадра, картинки на совершенно другом уровне. Даже если будет абсолютно такой же воткнут модуль, как здесь, самсунговский, с этим тяжело спорить. Я ожидал на самом деле картинки хуже. Он хорошо справился и в помещении, он хорошо справился и на улице, он хорошо справился и даже с животными. Да, сначала ей были проблемы с автофокусом. Это опять же классика, кошка чуть-чуть шевелится, ему тяжеловато. Но потом раз, и он сделал вот такую вот картиночку. Поэтому по камере, как не убиваемому смартфону, в принципе у меня вопросов нет. Единственный вопрос, ну типа и, точнее нет, предложение. Давайте уже что-то будем делать со съемкой видео. Ну сколько можно вот эту вот дрянь здесь втыкать в плане съемки видео. Давайте думать что-то со стабом. Во всем же остальном пойдет. Фронталка? Ну да, здесь, кстати, тоже можно, наверное, до нее докопаться. С другой стороны, вы ожидали чего-то лучшего на вот такого рода девайсе. Я нет. Микроскоп сразу здесь встроенный. Ну то есть понятное дело, что в таком режиме все абсолютно размазанное. Но если мы с вами берем, например, вот такую вот тряпку, микрофибру, да? Все это дело подставляем. Сейчас я вам покажу, как это дело работает. Вы понимаете, насколько это надо близко подставить? Классно, да? И главное, еще надо и свет как-то сохранить. О! О! То есть микроскоп реально работает. Не знаю, где вы эту всю историю будете использовать, но вы видите, да, как эту фибруху он может приблизить. Тридцатикратный здесь получается. Вот если чуть-чуть правее посмотреть, видите, тридцатикратный, так скажем, получается зум всего. Значит, вот, собственно говоря, это третий модуль микроскоп, о котором мы с вами и не догадывались, да, еще при распаковке. Еще один микроскоп, который мне по-любасу вам надо показать. Это который шел в комплекте. Я вам уже его показывал, но только в коробке. Короче, здесь на самом деле обширная комплектация. Сейчас я вам покажу само устройство. Я вот сюда его в сторонку отставил. Кстати, нам с вами сегодня пригодится хлеб. Причем свежий купил, даже не знал, что он сегодня пригодится на тестах. Значит, вот он сам микроскоп. Вот такое дуло. Ну, в принципе, опять же, я думаю, вы видели. На Алиэкспресс очень часто эти микроскопы продаются. Это брендовые, фирменные, улевоновские, а там продаются всевозможные нунеймовские микроскопы. Лучше, конечно, брендовые под мобилы покупать, хотя можно кому претензии предъявлять. Также в комплекте, сейчас сразу вам покажу, шел вот такой вот держатель, который максимально удобно фиксирует всю эту историю. То есть мы с вами вот так вот начиняем, наживляем точнее. Все, видите? У нас настолько профессиональная лаборатория получается. Правда, не забывайте заглушку снять. Это важно. Значит, дальше мы с вами берем отвертку. И отверткой, как мы с вами уже, по-моему, в одном из хулифонов делали, нужно отвертеть вот этот вот винтик, чтобы потом вот таким вот образом, вот таким образом, ввертеть вот сюда. Значит, с помощью вот такой вот крутилки мы с вами настраиваем фокус. Сейчас мы с вами настроим. Ага, отлично. И здесь уже дальше идут клавиши. Одна из них это зум. То есть мы с вами раз, раз. И можем вот настолько прям каждую пору рассматривать у хлеба. Даже есть вот эта, по-моему, сейчас будет максимальная. Нет еще. Еще даже не максимальная. И все, и назад нас с вами отстрелит. Короче, хлеб реально можно вплотную рассмотреть. Черт его знает, что еще вы можете там рассмотреть вплотную. Ну давайте, я не знаю, руку подставим. Я даже, кстати, не пробовал руку. Может, волосы посмотреть. Сейчас я пос... Слушайте, ну это точно так же темно. Это точно так же темно и хер рассмотришь, да. Не знаю. Вот это вот такое вот баловство. Мне микроскоп на самом деле даже больше понравился, который уже здесь установлен непосредственно прям в сам модуль камеры. Вот это вот все, это прям такое реальное баловство. Кустарный какой-то метод. Я не знаю, ну явно вы не будете там в медицинских целях использовать. Явно вы его не будете использовать там для того, чтобы какие-то там научные исследования проводить. Тоже очень и очень слабый будет для этого микроскоп. Черт его знает. Я сначала подумал, может быть для того, чтобы кто-то там вот, кто работает с мелкой какой-то электроникой, да. Как вот здесь вот показывают, что чипы там какие-то приближать. Смотреть, где отошел контакт. Ну, блин, с таким светом, который вы сейчас видели. Ну, я не знаю, как вот в эту дыру темную можно смотреть и увидеть еще, где контакт отошел. Это прям шляпа. Это вот прям вот такая вот шлепень. Давненько, наверное, я в таких девайсах, ну, что-то вот не припоминаю такого прям вот очень дико посредственного звука. Я ожидал, что, ну, типа, да, будет, может, чуть-чуть придавленность какая-то, но, ну, все-таки вот как-то играть вся эта история будет. Блин, даже вот неубиваемые многие фирмы, которые вот, ну, точнее, многие компании, которые делают неубиваемые девайсы, уже научились работать со звуком. Здесь никакого стерео даже близко нет, то есть один единственный динамик. И он играет настолько придавленно, настолько вот этот эффект бочки проявляется. Так еще и самый главный прикол в том, что это прям вообще, ну, вот плоскодонность. Прям железная плоскодонность и громкости чуть-чуть, мне кажется, даже не хватает. То есть запаса явно нет никакого. Короче, здесь мимо кассы прям конкретно китайцы пролетают. Термометр реально работает, при том, что и людской ресурс можно мерить, соответственно, и предметы можно мерить. При том, что людей, когда меряешь, нужно прям в лоб наставлять, буквально 3 или 4 сантиметра отставлять. Не знаю, что я попробую, измерю себе. Есть? Сколько у меня там? О, у меня, видите, сегодня 36 градусов. Короче, температуру меряет, прям в лоб надо стрелять, но очень близко. Предметы тоже хорошо температуры меряет. В целом, наверное, где-то там в профессиональной деятельности может пригодиться. Мы сегодня с вами обсуждали тему, когда там можете какие-то чипы, платы, да, смотреть под микроскопом. А почему нет, может быть, еще и температуру там нужно будет измерить. Вроде как обещают, что на предметах можно будет мерить до 80 градусов. То есть, если вам шкала подходит от минус 20 до 80 градусов, то, в принципе, он достаточно в целом показывает, ну, плюс-минус ту температуру, которая есть в реале. Понятное дело, что по градуснику у меня, наверное, где-то было бы хотя бы 36,4. Но вот такая вот небольшая погрешность, наверное, для девайса допустима, учитывая, что это какая-то непрофессиональная измерялка. Что мы с вами имеем в итоге? Слушайте, неплохой на самом деле улефончик. Да, здесь нет тепловизора, хотя многие бы хотели за 300 баксов, что еще и теплак бы сюда накрутили. Но здесь надо добавить где-то около 5-6 тысяч рублей, тогда у вас теплак появится. То есть, есть такая же абсолютно модель улефон Power Armor 19T, то есть приставочка T, и тогда уже сразу теплочок здесь наворачивается. Стоит плюс-минус где-то 350-360 баксов, если вы будете покупать с купоном. Ссылку в описании под роликом тоже оставлю, так что ознакомьтесь, кому теплак нужен. Единственный момент, что там уже не будет термометра и там не будет ширика. Вот это вот единственное отличие от этого смартфона. А так абсолютно то же самое. Все, что я вам сегодня показал, касается и того же самого девайса. И еще у улефона, пока я делал этот обзор, пока я делал все эти тесты и распаковки, вышла модель улефон Armor 21T. Последняя модель, она стоит чуть дешевле, чем этот смартфон. Плюс-минус где-то около 220-230-240 баксов. Там у нас тоже хорошенький процессор Helio G99, вот для таких неубиваемых девайсов. Тоже хорошая батарейка, огромный динамик, достаточно сочное музло должно быть, потому что здесь вот звук на самом деле, ну прям порожняковый. И там, по-моему, тоже достаточно неплохая камера. Короче, тоже обратите внимание на эту модель, ссылка будет в описании под роликом. Ну и в ближайшее время он ко мне вот уже прям подъезжает. В ближайшее время, ну не знаю, насколько прям ближайшее, но в скором времени на канале тоже выйдет ролик про него, обзор. И, возможно, даже там тоже удастся его разыграть. Ну а пока участвуйте в розыгрыше нашего Армора 19-го с термометром, со всеми вот этими стафами на воротами. Пишите ваше мнение в комментариях. У меня на этом сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Ссылка, кстати, на него тоже в описании. На все смартфоны, которые я сегодня озвучил, будут в описании под роликом ссылки. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok